Считается, что есть перечень профессий, к которым не допускаются женщины, а мужчина может работать где угодно и кем угодно. Так ли это на самом деле? Вопрос, конечно, спорный, но один факт неоспорим. Представители сильного пола в той или иной женской профессии будет просто нарасхват. Раньше в Кюбинске было очень мало парикмахеров, а я вообще с Юга, я с Чельтенко, и у нас там это было в порядке вещей. Виктор работает парикмахером уже четверть века. Стрижки, креативные прически, покраска волос и многое другое он делает с удовольствием и без всякой трудности. С улыбкой признается, что не бывает чисто женской профессии. Ситуации разные, и женщины всегда, опять-таки, они разные, и поэтому у каждого свой такой возникать. С кем-то непонимание, с кем-то понимание, это как бы, ну, как все люди. Ну, вообще, среди женщин бытует мнение, что самый лучший повар – это мужчина. Ну, я не всегда уверен в этом, конечно, но, в принципе, я всегда это поддерживаю. Гинекологи, повара, парикмахеры, даже вот косметолог у нас, Виталик, он там и есть. В принципе же, к нему, я знаю, к нему очередь там такая нормальная, тем более сейчас весна, так вообще. А Виталик – это вот этот молодой человек, можно сказать, любимец женщин. Ведь к нему приходят не только насладиться процессом и итогом работы профессионального косметолога, но и просто поболтать. Это, конечно, индивидуально, индивидуально, потому что, допустим, с некоторыми клиентками они приходят сюда помолчать. Но в основном, как бы, помолчать – это первые процедуры, когда вот, когда они меня только узнают. В основном я болтаю, потому что нужно, это не то, что втереться в доверие, да, а именно объяснить, что мы делаем, почему мы это делаем. А доверие – это очень важно, потому что, понимаете, если вы, допустим, вот пришли ко мне, вы напряжены. Если вы напряжены, у вас выделяется адреналин, вы нервничаете, у вас выделяется адреналин, происходит спазм сосудов. И то, что я вас буду тут мять, ваше лицо наносить что-то, кровь и сосуды у вас вот так вот спазмированы, я результата такого не добьюсь. А когда вы пришли и расслабились, и я вам сделал процедуру, естественно, вы получили результат. Конечно, большая часть сугубо мужских профессий в первую очередь требует наличия физической силы, неженской выносливости и подчас связана с повышенным риском для жизни. Но хочется, чтобы было больше мужчин в менее рискованной деятельности, которые всегда помогут и поддержат в прямом смысле этого слова. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Я желаю всем женщинам, без исключения, неважно, женщины у нас самые сильные существа на свете, они выдерживают больше, чем любой мужчина. Поздравляю вас, дорогие женщины и девушки, с наступающим международным женским днем. Желаю вам самого огромного счастья на земле, чтобы каждая нашла себе свое предназначение в жизни. Редактор субтитров А.Семкин